Всем доброе утро! Я сейчас попрыгаю на скакалке, позавтракаю, приведу себя в порядок и будем с вами проводить интересный день. Я вчера кардинально поменяла себе тренировку, абсолютно весь курс поменяла, потому что мне казалось того, что я делаю мало, надо даже пожёстче, надо поправильней, поэтому я поменяла себе упражнения со вчерашнего дня. Сегодня всё болит, и это отлично. Вчера у меня была хорошая тренировка, сегодня у меня будет кардио, поэтому я попрыгала просто на скакалке. Мне там начали писать упражнение на пока, которое было. Друзья, не сделайте мне талию квадратной, не переживайте, это упражнение на косые мышцы, на вот эти, вот, вот эти. То есть если я буду делать это упражнение, у меня вот так вот накачается мышца, а не вот так, понимаете? Это не качает вот так, это качает вот так. И я считаю, если я хочу себе рельефность всего тела, накачать себе руки, накачать себе спину немножко, ноги, пресс, то естественно у меня должно быть накачано и здесь, а то хотя бы немножко рельефность. Если я себе не качаю конкретно вот такие вот мышцы, я не делаю это с весом по 100 кг, естественно у меня не будет такого результата, поэтому всё тело нужно, я считаю, держать в тонусе, все мышцы мне прорабатывать, поэтому это упражнение я делаю, но мне нравится, не переживайте за то, что я буду квадратной. А буду квадратной, ну ничего, буду бодибилдерша. И вообще человек сам себе делает, есть люди, которые качают там какие-то мышцы, им не понравилось, их перекачали, переделали, то есть при желании человек может сделать из себя всё, что угодно. И по поводу учёбы, друзья, у меня остался один экзамен, поверьте, время я учёбе уделяю, но я же не буду всё время вам говорить, вот я учусь, а вот я, не знаю, подкатываюсь к экзамену, кому это нафиг интересно? Мне бы это было неинтересно, я же не веду канал, я бы не верю, я веду канал в своей жизни, а в универе вам, я думаю, интересно особо не будет, поэтому у меня последний экзамен, и всё, моя учёба. Вчера Лёшка с работы пришёл, я ему там наготовила, сделала пирог с луком и яйцом, сегодня, кстати, понесу маме с папой, угощу их, а он мне принёс вчера ромашки, красивые ромашки. Теперь они у меня тут стоят красиво, у меня тут цветами пахнут цветы, я вообще люблю цветы, это прелесть нашей жизни, украшают нашу планету. Ещё Лёшка мне принёс вчера гель для душа L'Apetit Marseillez и шампунь, такой вот с грифутом, я всегда хотела попробовать шампунь именно этого Марсельца, вообще я очень уважаю вот эту фирму, поэтому попробую обязательно шампунь, скажу, ну гель для душа, как гель для душа, мягкий, хороший, пенится, то есть, ну, претензий нет, а вот это нужно попробовать. Опять ночью раскашлялась, но эти таблетки мне, кстати, помогают, я быстро выпиваю одну на ночь и всё, не зашибись, и хорошо. Всё, я уже попрыгала скакалки, сейчас будем с Каринкой завтракать. Мы сегодня прямо вообще аристократы у Карины овсянкой, у меня. Где-то себе варила, стояла овсянку на молоке, не знаю, правильно я сварила, нет, вроде правильно. Чайку выпьем, и вот пирог, я же вчера пекла, я вам не показывала, что я снимала, с яйцом, с луком. Вот, угощу кей, сестрёнку, и отнесу родителям попробовать. Ну, такой неплохой получился пирог, если там делать нечего, или куда-то нужно лук использовать или яйца, то можно такой приготовить. Как-нибудь, может быть, расскажу рецепт, там очень просто вообще прям. Поэтому всем приятного аппетита. О, я сегодня летняя, лёгкая, давайте вам покажу, как я оделась. Вам же это интересно. Вот, такая длинная юбочка, это, кстати, Карина на юбке, я попросила у неё одеть её. Я не знала, что одеть, мы иногда с ней делимся одеждой. Я недавно ей давала такую кофточку на завязках, одевать под сарафанчик. Она мне вот юбочку, белая маечка, волосы, у меня вообще сейчас под цвет юбки. Класс, прям вот, очень хорошо. И макияж я себе сделала, очень такой лёгкий, летний, незамороченный, а-ля натурель. Всё, я сейчас возьму горшочки для орхидеи маме, она просила передать ей, тут у нас в плодовке лежат. И пирог заверну маме с папой, угощу их. Заскочим к маме, а потом идём с Калиной в магазин. Калина сейчас на маникюре красоту наводит. А я ещё никак не сяду себе подпилять ногти и накрасить их бесцветным лаком. Наверное, сегодня этим займусь, или завтра. У нас дверца в кладовке точно как проход в какую-то нарнию, или нет. Это точно как в этом мультике Королина в стране кошмара. Если вы ещё его не видели, посмотрите обязательно. Это просто вон. Фух, открыла бы, думала, не открою. Горшочки. А где горшочки? У меня лежит. Так, надо быстро горшки найти, всё такое красивое за кладовку. Какие вам пионы. Повезло тебе, такие красивые. Что? Мне, да. Очень красивый пион. Даже это как-то... Нет, но мои уже сыпятся те, что вы мне купили, не подсыпались. Половина. Мы раскрытые мне купили. Красота какая. Случилось ЧП вчера мамы с папой, да. Жираф, значит. Шампанское мы с мамой когда-то пытались это открыть. И видно, повредили пробку или что-то такое, но мы его так и не открыли. Но месяца три точно простояло и ничего его не беспокоило. Да. А тут, видимо, из-за жары оно... Взорвалось. Взорвалось. У нас дома не было. По шкафу, по шкафу течёт. Вот там, да? Да, я как открываю, так эта пробка вылетает на меня. И всё, я её начала искать по квартире, я её не нахожу. И я облазила всё за шторами, под батареями, в цветах. Потом, в итоге, я уже сегодня проснулась, где может быть пробка. Потому что она отлетела, упала на пол и обратно залетела в шкаф. Что ты думаешь, открывала шкаф? Да. Так она вылетела на меня, упала пол и обратно в шкаф залетела. Представляешь? Давай. Ну хоть осталось какое-то. Ну да. Ну то, что уже газа нет, уже будет просто вина. Держи. Держу. Так мы с тобой давно хотели выпить. Так и выпьем. И так оно от жары. Так, у нас могут фуршетик. Гренки. Приехала с работы 29 градусов в квартире. Батюшки, как жарко. Ты шо? Можешь. Очень жарко, да. Весоко, понимаешь. Сейчас кондиционер вам включила, хорошо, прохладно. Будем с мамой сидеть, пить шампанское. Битя, в доме должны быть фиалки. Я хочу, ну фиалка у нас одна. Я имею в виду фиалка у нас из одной фиалки. У нас она темно-синяя. А вообще фиалки есть. Белые, розовые. Розовые, разные серии. Вот их можно купить. Я куплю розовые, а вы купите белые. И вырастите, рассадим. Поменяемся. Дай мне что-нибудь тереть. Отлично. Свиня, ё-ка-ра-ны-ба-бай. В чем ты? Слушай, так случится. Я вам не знаю, что она. Конечно ты. Это вы ребятки поезжаете. Так, малыш, пока ты меня не берешь в квартиру. Конечно. Как дела, жанпанское отношение к нам вытекло? Ну, доставай вам. Доставай. А вы уже сжёшь? Ну, всё. Ну, малыш, хорошо. Что? Уже пить и на? У нас он любит. Ну, можно пробовать вам? Ну, не будешь сама? Я не знаю. Что я буду делать, то он всё равно. Принеси. Ля-да. Ну, я не так отрёшься. Пошёл по дурьку, стал искать. Питя, ты ты наесть. Сухарина, ты туда. Карина понимает, что вино домашнее может быть в бутылке спод капсикулы. А Роша не понимает, что вино может быть в бутылке спод капсикулы. И вот он запечатан в Виталия. Пошёл вино. Ты будешь кого-нибудь купить? Фу, вау. Вот, пропускал среди вино, и сразу рыбачка. Мы купили салат. Что за мальчик? В креманке был. Коричневая креманка с мальчиком. Вы купили креманку? Нет. Мы не жду с креманкой. Он ложит в холодильник воду. Я так хожу ложить в салат. Он локтём меня задевает. То есть он не дошёл, я подошла. Бух! Я стою. Я покупала, все чисто. Я стою салатик. Моя зайка. Мы все понапивались. Ну точнее мы. Не надо. Мама. Почему мы не понапивались? Конечно. От бутылки шампанского и чуть-чуть домашнего вино? Я хоть признаю. Ой. А ну сейчас мы на солнце вышли за покупками. Сейчас нам будет капец с мамой. А ничего не будет. Мы выпили чуть-чуть шампанского. Это нормально. Мы выпили бутылку шампанского. Неполную. Вот так. А потом мы выпили по пол бокала домашнего вина. А я думаю, что это вину был уксус. Ну мы решили бабушка, что зря делала вино. Чтобы его не выкинуть, мы его решили допить. Нам шампанское не хватило, чуть ему решили. Шампанское было очень вкусное. Кстати, покажи бутылку. Надо не забыть и купить. Сильвер бриз. Одесса. О, Одесса, привет. Так я не очень люблю одесское, извините. Шампанское и вина. Но вот это шампанское было... А в Одессе даже вина делала? Там бенгальники есть. Естественно. Вот это неплохое было шампанское. Да, хорошее такое. Хорошее. Такое классное. Под клубничку было хорошо. Но мы зря выпили бабушки. Капец. Оно еще солнце. Вы представляете, что сейчас с нами будет. Я говорю, мама, у нас вообще будет перегар какой-нибудь? Да. Да, от вина будет. От бабушки на вода. Очень приятно. Уксусом. Такие дамы красивые. В перегар. У меня вообще домашние дети. Хорошие дети. Ты накрашена. Я хотела, чтобы мама вышла в красном своем платье. Мама не вышла. Домашним? Потом. Эротичным. Оно не домашнее. Ты в нем ходила гулять. Будь здоров, конечно, правда. Будь здоров. Ой, тучи такие. Может, вновь падет. Оно потому и парит. Она не так красивая, как с мамой. И съела тареля кугреок с чесноком, с сыром, с шампанским. Мама! А мы с ней сейчас будем пакетить, да? Нет. Короче, все твои подписчики, Виана, скажут, что мы с тобой алкоголички. Так и скажут. Позже. Так и скажут. Да? Завтра у Жени день рождения. У вас уже, наверное, сегодня у Жени карельного мужа. Что-то так несется. Я взяла пакетики. Я тоже. О, блин. Надо было сказать на камеру. Ну, я взяла пакетики. Я взяла пакетики. Я взяла пакетики. Я взяла пакетики. Ну, смотри. Мы с тобой не виноваты, что мы с тобой напились. В смысле? Это была судьба. Шампанское у нас уже три месяца. Если бы оно вчера не взорвалось от этой жары, я бы еще не додумалась, что надо было с тобой выпить. А так как пробка вылетела, и чтобы оно не выдохлось, она пришла с тобой. Мы сделали благое дело. Спасли шампанское. Я у Каши. Я не пьяна. Мы признаем. Я могу бросить. Мы так не говорим. Так и все. Друзья, сегодня просто мастер. У меня, в общем-то, расклеился здесь вот кошелек. Вот здесь. И я поняла, что мне нужно его заклеить. Я взяла клей, пришпандерила это все, сделала книжками и заклеила. А, покажи маникюр свой. Карина сегодня на маникюре ездила, сделала себе цыпленка. Желтые ногти. Смело. Что тут по скидке? Что тут по скидке? Ничего интересного для меня. Какое-то детское питание. Чего? Самое вкусное в мире варенье. С орехом? С грецким орехом. Оно есть? Вкуснее варенье. В жизни ничего не ела. Особенно я его ела в Армении у настоящих. Я помню, что вы пробовали. Мы его попробуем. Со шкарлупой? Которая... Зеленая? Нет. Это грецкий орех, который молодой. Целый орешек, зеленый. Да, я про это. Вот-вот, но он еще не схватил кожуру. Это оно? Это оно. Сколько стоит? Оно стоит почти 100 гривен 400. Блин, дорого для меня. Мед не бери, мед мы будем заказывать. А мы такой брали, Слежка, небольшую коробочку. Ребята, мед не берите. Мы закажем большую банку и тогда поделимся. Пока... Ну, пока. Меня тоже я без меда. Я же вам даю мед. Ну, и овсянку с медом, там чай. Я без меда, я тоже ем с сахаром. Овсянку с чайом. Сахара не ем. Вот это самое вкуснее в жизни варенье. Ты покупала, когда оно очень вкусное было. Информация просвещала на правах рекламы. Да, рекламирую. Армянская, настоящая. От армянки. Ореха. Варенье с грецких орехов. Это вкуснее в жизни в жизни. А ты купишь его? Нет, 100 гривен. Ну, 100 гривен за такую банку. Тем более, написано, что Армения... А может быть? Натуральная. Это как у нас продают... Ну, понятно. Чурчхелу. Ой, то не то. Но она совершенно не та, которую я ела... А мы такую даже не пробовали с тобой, Карина. Кокосовая стрижка. Найдем тебе кокосовая стрижка. Она, наверное, там где-то. Поэтому... Варенье с грецких орехов. Я его давно хочу покушать. Ну, ребят, ну, 97 и 74, это очень дорого. Да. Будем ждать скидку. Я не думаю, что она будет. Будет. Ну, такое варенье. Что, у нас чай? Чай! Это моя любовь. Фух, зачем было писать только... Вот так. У меня здесь больше ничего не нужно. Найдемте отсюда. Маман, что там? У меня из Кизила есть скидка. 74 грн. Это дорого. 74 грн. Опа, полунычный джем. 15,99. Можно забрать себе его. Это клубничный джем. Подожди, давай мы посмотрим срок годности. А надо он мне вообще. Ну, смотри. Вот срок годности. Срок годности. Срок годности. Подожди. Сколько лет его можно хранить? 24 месяца. Уже все, да. Поджимать. Галеты из овса с брусникой. 114 грн. Чего это? Они золотые, что ли? А, потому что Nordic. Nordic хорошая фирма. Капец, камера садится, друзья. Наверное, сейчас все будут менять по телефону. Мам, я поняла. Да я поняла. Чего ты? Красиво, что мне очень нравится. Прикольно. Пока, горюш. У нас пошел дождь. Не сильный, но пошел. Мама меня поругала за то, что я дарю старую картошку. И мы теперь идем за молодой картошкой. Занесли пакеты к Карине. Какой дурак в июне месяце покупает старую картошку, когда есть молодая дешевле, чем старая, полезнее и вообще. Это только моя Дианочка может такой же. Это я звоню. Бизнесвумен. Нет, я такая опытная женщина. Какая женщина? Опытная. Опытная? А давай, нет, нет. А это при чем? Сейчас открою. Ну, умудреные опыта. Умудреные опыта? Ну, конечно. А ну, здравствуйте, я вас звоню. Пиндик. Ух ты, какой дурак. Мама, ты куда? Куда мама пошла? Ух! Сейчас мой телефон испортится. И поращай канал. Ой. А куда мы идем с тобой? А ты куда идешь? Между тобой. Спасибо, надо тебе картошку и кабачки. Вино? А сколько это будет стоить? У меня время 50-60. Я тебе заинтересовала. Надо умотаться, Диана. Ну, раз умотаться, то берем все. Весь киоск. Закупаем. Да, это раньше был даже не киоск. Это раньше был просто цикл. Просто женщина стояла на улице. Да. А сейчас она открыла магазинчик. Сейчас она раскрутилась. Причем она не только, а вообще там у нее мясо и колбаса и все это. Молодец человек, правильно? А разве это она? Мужчина какой-то? Нет, это она, ну как хозяйка. У них семейный бизнес. Там у нее есть сын и семья. Ну, нормальная. А это нормальная. Зелень, молочка, все. Люди выпили место. Построили магазин. И вот мы отойдем. Очень трудно у нас на поселке так выскочить за картошкой или за бурячком. Да, когда надо срочно. Там бабульки ищем по себе. Ну, может там пилон? Ну, подержал. Ну, спасибо. Пойдем. Это ромашки. Девочки, берите. Пойдем. Спасибо. Есть ромашки. Кому-то ромашки подарили. Это именно меня ищут. Ищем активного, ответственного, инициативного. Ну, так иди. Раз тебя ищут. А что тебя? Потому что это картошка. А скромная еще какая? Скромница. Наша. Я решила ее работать. Видела разницу? Сколько ты отдала за кабачки и картошки? Не знаю, 22. 21 с чем-то. А за старую картошку тебя там... 15. 15. Только за старую картошку. Ну. Ну. А ты взяла картошку, малыш. Ну, кабачки еще не будем. Кабачки. На 22 гривни. Так вот тут старую картошку еще половину больше выкинула бы. Потому что она гнилая и черная. Все, малыш, я пошла домой. Давай, мамуль. Пока. Пока. Ты как себя чувствуешь? В смысле? Сливина. А как я даже свечу? Нормально весь. Тебе плохо? Нет. Ноги ватные. Нет. Нормально. Пока. 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 Ой. Чуть не грохнулась. Мне пить надо меньше. Вот это, конечно, камера меня подводит иногда. Ну, ничего. Я думаю, на телефоне ничего страшного. Да, если я снимаю? Я на телефоне красивее смотрюсь. Это я просто выпила. А вот у нас куст. Куст. Со смородиной. Очень скоро тут будет смородина. Я буду ее тырить. Вообще, я очень люблю смородину. И вот Лешка очень любит черешню. Я не скажу, что я особо прусь по черешне. Я очень люблю смородину. Очень люблю клубнику, малину и все ягоды. Крыжовник. Так, друзья. У меня тут в Селево в Паржалашке была любовь Надыхаева. Все про любовь. Все любовное. Единственное, что я сегодня купила интересного и необычного типа. Это макароны. Вот такие. Торчокки. В общем, ты язык сломаешь. Ну, какие-то разноцветные макарошки. 23 гривенную упаковка. Думаю, они очень плохие, но зато красивые и разноцветные. Все остальное это помидоры, лук, кабачки, картошка. Я буду быстро готовить ужин. Запекать ножки, наверное, в соусе с джонской горчицей. Потому что скоро дальше придется. Сварю гречечку. Может быть, сделаю теплый салат? Ну, что? Ну, это не точно. Карина будет уже торт печь. Уже пора заниматься тортом. Еще нет? Ну, скажи ужин. Ну, даже не печь. Это будет уже не печь торт. А то это торт просто, ну, как бы, торт-собирашка. Ну, с печенькой торта. Я думаю, вы понимаете, какого это рода торт. Он не печется. Это даже очень практично. Что делается, Карина? Мы все сделаем. Не переживай. В общем-то, с Кариной будем укуховать сейчас. Лешка, с работы вернулся, она? Не. Лёва! Ты! Жопа с ручками. Это моя рыбка. Это моя рыбка. Ёлка, я самая рыбка. Да, конечно, лучше, да? Мозг на нейтрит. Но и это ничего. У меня мозг просто нет на это. Буду кормить своего Лешку. У Карины там какой-то ад на кухне. Покель на кухне. Получается? В общем, садимся кушать. И вилочка мешает, но вилочка перемешается. Подожди, я рассказываю, что мы будем кушать. Ладно, кушай. Купила макарошки цветные, запекла ножки. Сделала опять теплый сад, потому что она очень впечатлива. Запекла лаваш. Сама заместила на место. Раскатала тонкими, тонкими пластами. В общем, спасибо АТБ за рецепт. И сок мангавый у вас, да? Мангавый? Мангавый. Все, будем так красиво кушать. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Лешка тут как золушка перебирал вишенки. О, вишенки. Вишенки. Черешинки. Вчера я это делала, сегодня он. Нет червяков еще. Я боюсь. А что ты? И персик. Лешка купил мне еще персик. А еще? На тебе персик такой пришел. Смешной. Лешка еще вчера, когда мне цветы приносил, купил мне еще такой десерт. Он походу... Посветы сколько это? Срок годности. Срок годности. Срок годности до 3.07. Хочет целый месяц. Это получается пятный десерт. Пятный. Пятный десерт. А кто его делает? Украина. Харьков. Харьков. Слышишь ты... А? О боже. Солнышко мое. С чем ты будешь в сок? Просто так? С шоколадочкой. Меш с тыкурочкой. Ну прям тю-тю. Тут, Калины, горшочки остались. Не заглядывай в чужую горшочку. Да. Карина попросила... Лен, тепло держит. Класс. Я нам тоже скоро запеку картошку в горшочках. Ты такое любишь? Нет. Конечно нет. Ну, то есть просил, я ответил. Конечно нет. А брать десерты или нет, как думаешь? Ты обиделись. Сегодня мы утром жрала. Ну, ладно. Шальное, больное на всю голову жрала. Ну, что-то я говорю, что шоколадка вредная. Этот. У меня взятой ректорский контроль по немецкому. И он аж на 9 утра. Я вот не знаю, как мне заниматься до ректорского контроля. Я не знаю. После. А потом ходать пойдем? Нет. Потом буду лежать целый день. Ну, я ему пойду. А ты иди уже. Я пойду в кино. У меня завтра единственный выходной. В воскресенье опять на рапортах. Так ты будешь дома лежать? Целый день на правом боку. А что на правом? А что я его болит? А что я его болит? Ну, не мало. Расскажи про упражнение на бока. Что тебе рассказывать? Я буду квадратной? Чтобы ты стала квадратной, нужно работать с очень, но очень большими весами. Ну, тебе тоже понравилось. Точнее, ну, не с очень-очень, но с большими весами. С твоими пятью килограммами ты просто будешь работать на лифт. Ты никак не квадратишься с пятью килограммами. Как бы ты этого не хотела? А я не хочу. А я и думаю, так и не будет. Ну, я вот думаю, как качать вот тело, да? В результате, конечно, оно становится квадратным при этом упражнении, оно становится квадратным. Но если заниматься, как я, там, 25 килограмм на бок. Или это не часто? Не вопрос. А пять килограмм... Но у Лёшки нет квадратного бока. У него, чтобы вы понимали, талия. И у него красиво вот так идёт. У него не качается вот это. Ну, у девушек немножко другая физиология вообще. Поэтому, да, ты можешь квадратиться, но если ты будешь работать конкретно с большим весом. Ну, я не работаю с большим. Я его даже поднять не могу. Чтобы снимаешь, что ты так обращиваешь, должен большой вес, минимум повторений. У тебя, наоборот, максимум повторений, но небольшой вес. Сертифицированный какой-то. Специалист? Да, трейлер. А я доверяю, Лёшке. Вы знаете, некоторые специалисты, я даже слышала в передачах, где они дают вообще многим людям неправильные тренировки, неправильные нагрузки. Многие не знают физиологию человека, во-первых, самого обычного. Когда стоишь, ты такая квадратная. Скажешь, там можно слушать зрителей. А чё, я, наоборот, буду ходить там в бокорух. Я просто считаю, что если я хочу заняться на всё тело, сделать его рельефным, более-менее подкачивать. Душу качком, да, будете? Просто подкачать мышцы. Я же не подкачаю, только руки, ноги, пресс этот, спину там чуть, а тут ничего не будет. А вот это, как бы. Вот это обидится. Пресс, да. Это что же пресс? Нижняя ж накачает только верхняя, нижняя, например, нет. Мы идём обедаться. А пирелочку? Косточек? Возьми маленькую пирелочку. Не такую, это большая нога не занимает. Пойдём. Знаешь, что у нас сегодня в чеке написано было? Что? Любовь. Надыхай вас. Иди. Волокосы. А что это за песня? Могилеску. О, фу! Ты же знаешь, как я люблю Могилеску. Блин, как ты так с ней играешься? Что моя хорошая. Фу, ты так никогда уже не называешь. Отстань. Нет. Это было искренне с ней. Прям чуть не расплакался. Иди отсюда. Не у неё, мы у рыб. Да не тебе. Вот и у неё. Точнее, не рыбки. Мы с ней дружим вообще-то. Ты как меня могла так подвести, да, подруга? Фу, такой бы. Что? Что? Не бывает такой женской дружбы, короче. Куда ты? Ну, иди к своей рыбке, Ля. Рыбка черешню есть не будет. А я буду. Свидуль. Не надо мне такой мужик. Друзья, я буду прощаться с вами одна, потому что Лёшка тут лежит отдыхать. Мы не смотрели кино «Живое» называется. Мы смотрели его два дня, потому что по часу, в общем-то, на нас хватало. «Живое» называется. Новый фильм. Такой про космос. Достаточно интересный. Впечатленный. Хороший фильм. Меня он загрузил по полной программе, потому что меня всё грузит. Вообще я человек грустный. Особенно если дело касается космоса и всего неизведанного. Так у Дианы крыша едет. Диана сейчас чувствует себя песинкой. В мире, ничего не знающий. Это ужасно. Чувствовать себя так. Ну, ты не нагруженный. Лёша по барабану. Он говорит, что он ведро песка. Я считаю себя песинкой. Ну, хорошо, что хоть кто-то себя нормально стюхает. Ладно, друзья. До завтра. Завтра мы пойдём гулять, я надеюсь. Я ведро. Да, друзья. Кушать. Завтра девушка ведро пойдёт гулять. Пойдём? Нет. Ну, первое слово, дороже, второе вы знаете. Ладно, друзья. Всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Всем. Всех любим, целуем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok